Никакой помпезности, торжественности и размаха. Все строго, по-деловому. Мишель Литвак сразу обозначил, европейский подход в управлении бизнесом перенесет и на футбольный клуб «Кубань». Нового инвестора, болельщикам и ветеранам команды лично представлял губернатор. В переговорах с крупным европейским и российским предпринимателем Вениамин Кондратьев принимал непосредственное участие. Большая часть акций теперь переходит к Мишелю Литваку, однако краевая администрация сохранит за собой право участвовать в жизни клуба. Я понимаю проблему финансовой ответственности своей, состояния команды футбольного клуба «Кубань». Максимально прилагал усилия для того, чтобы эту проблему решить. Я решил всех собрать, чтобы представить нового нашего партнера футбольного клуба «Кубань». Это Мишель Литвак. И здесь я хочу заявить уже официально, что 75% футбольного клуба «Кубань» переходит к нему, 25% и 1% остается украй. Это блокирующий пакет, который не позволит никакому нашему партнеру, а я надеюсь, с Мишелем будем надолго принять решение о ликвидации клуба «Кубань». Это принципиальная позиция, футбольный клуб «Кубань» ни при каких обстоятельствах не может быть ликвидирован. Не мы его создавали, не нам принимать решение и никому принимать решение о ликвидации футбольного клуба «Кубань». То, что в футболе он видит бизнес, Мишель Литвак не скрывает, как и то, что в бизнесе разбирается неплохо. Про гражданина Бельгии, родившегося в Ленинграде, писали в «Форбсе». Его имя знают первые звезды Голливуда. Как кинопродюсер он снял больше 20 фильмов, один из них получил «Оскар». Компания «Атека», где Литвак – председатель Совета директоров, в свое время стала первой в России, где занимались железнодорожной перевозкой нефти и газа. В футбольном клубе основной задачей бизнесмен видит развитие детского спорта. У меня все-таки будет задача работать, начиная с самого начала. Сначала это, я считаю, что надо подготовить новых игроков, детей. Вот здесь как бы сохранить позиции и создать базу. Вот за это я берусь. И вот только тогда, может быть, чем-то гордиться, что у вас, у нас здесь будет чего-то реального, что вот мы что-то создали. Сколько я правильно понял, растить звезд. Да, совершенно верно. В том числе и с кубанской молодежи, и мальчишек-девчонок, что сегодня, конечно, необходимо и крайне важно в целом для самой молодежи. Ситуация, когда в футбольной Кубани надо что-то менять, наступала постепенно. Из команды ушел спонсор. Началась чехарда с тренерами. За два сезона сменилось шесть человек. Задержки зарплат игрокам. Клуб, который в 2013 участвовал в групповом этапе Лиги Европы, стал середняком футбольной национальной лиги, второй по силе в России. Покупки игроков с громкими в прошлом именами не помогли. Денег только не хватало. Новый инвестор для клуба – надежда на стабильность. Детская школа, академия – это все. Это такой фундамент, такие сваи, на которых клуб будет еще века жить. Это будет просто какая-то смена поколения. Может результаты быть чуть-чуть лучше, чуть-чуть хуже. Но школа – это семя, которое породит новую формацию игроков. Однако отказываться от покупки хороших игроков в клубе тоже не будут. Новое поколение вырастет не за один и не за два года. В это время команде придется пробиваться в премьер-лигу высшей дивизионы российского футбола и возвращать доверие болельщиков. Еще недавно Кубань была самым посещаемым клубом в стране. Футбольный клуб Кубань показывает, насколько есть, сохранились нынче человеческие ценности. Потому что команда у нас находится в не очень хорошей ситуации. А для тех, для кого слово «Родина», «Семья», «Вера» что-то значит, они здесь все остались. И поэтому они сейчас смотрят на вас очень пристально, я вам честно скажу. Но ношу тяжелую. Я уже здесь на Кубань 16 лет, и мне не безразлично. Я здесь, наверное, больше, чем где бы ни было. Поэтому для меня я могу только одну вещь сказать, ничего другого, но я могу повториться. Я по-настоящему постараюсь. Дай бог, Мишель, если при вашей помощи, то есть мы создадим настоящий футбольный клуб Кубань, который, на самом деле, заиграет и который заявит о себе, может быть, не только на всю страну, но и на весь мир. Это легендарный клуб. И в нем в свое время играли легендарные футболисты, которые были известны всей стране. И им аплодировали огромные стадионы. Это сегодня отчасти элемент души самой Кубани. Вот этот футбольный клуб Кубань – это история клуба, это история Кубани. Вот в чем вопрос. А история Кубани – это история клуба. Болельщики надеются, что новый инвестор станет не кошельком, который просто поддерживает финансовую жизнедеятельность клуба, а человеком, который будет болеть за команду так же, как и они. И, пользуясь случаем, фанаты предложили голливудскому кинопродюсеру снять футбольную драму со счастливым концом под названием «Возрождение». Александр Иванченко, Денис Москаленко, Алексей Комаров, Кубань-24, Краснодар.